Технологии и новое оборудование смогут улучшить наше производство, которое в настоящее производит до 2-3 выбросов зелёных газов. В этом плане мы делаем первые шаги для того, чтобы развивать новую атомную энергетику. Мы приняли в июне новую программу энергетического развития, которая подразумевает создание в Казахстане первого АЭС. Таким образом, трагические события на японском АЭС Фукусима дают нам новые возможности подумать о развитии сектора. Но, тем не менее, мы считаем, что Казахстан имеет все возможности развивать этот сектор энергии. Мы также считаем, что уроки Фукусимы должны в конечном счёте способствовать более безопасному энергосектору. Теперь, если мы посмотрим на наши возможности, Казахстан считает, что у нас имеются все возможности для производства и потребления, а также для транзита энергии. Наши партнёры на Западе и Востоке также являются очень важным элементом нашей энергобезопасности. Здесь мы способствуем диверсификации транспортных маршрутов. И первая расширительная фаза КТК началась. Это также увеличит до 30 миллионов тонн пропускную способность КТК. В то же самое время Бенео-Бажоу, Чемкенское газотрубопровод. Это более чем 500 километров, которые свяжут Западный Казахстан с потребителями юга. Соответственно, это также свяжет Центральный Азиатский трубопровод, ведущий в Китай. Дамы и господа, мы в Казахстане всё более и более понимаем, что центральная роль, которая играет энергетический сектор, является очень важным для экономического роста. Сейчас, в будущем, мы видим, что наш сектор сталкивается с беспрецедентными вызовами. Тем не менее, я уверен, что работая в тандеме с правительством, гражданским сектором и частным сектором, мы сможем выполнить задачи 21 века. Большое спасибо, дамы и господа, за ваше внимание.